Любим или нет, не знаем, мы порой в любовь играем, а когда ее теряем, не судьба, говорим. Я эту лаванду терпеть не могу, признавался популярный эстонский певец советской эстрады Яак Йола. Мне всегда нравилось играть рок-музыку. Лаванду в дуэте Софии Ротару он исполнил всего один раз в жизни, но запись «Голубого огонька» часто крутили на телевидении. К тому моменту он уже был суперзвездой. Миллионы поклонников и подумать не могли, что через пару лет он по собственной воле и без сожаления оставит сцену. И выбрав на удачу одну из трех дорог, пойду искать вновь счастье, что прежде не берем. Яак Йола родился в семье музыкантов. Будущее было предопределено. В Эстонии очень мало флейтистов. Пусть учатся игре на флейте, решили родители. В 70-х до Прибалтики докатилась волна бетломании. Чтобы исполнять песни легендарной четверки, Йола освоил игру на гитаре и ударных. А вот петь начал впервые только в 14 лет в составе рок-ансамбля. Заметили эстонского голосистого красавца на фестивале в Сопоте 75. К нему в гримёрку ворвался некто, размахивая руками и что-то тараторе по-английски. Выяснилось, что это известный продюсер Джо Наполи из Лондона. Он был полностью очарован Йолой и предлагал эстонцу поехать с ним в Лондон, где обещал раскрутку и мировую славу. Но это означало эмиграцию из Советского Союза, и Яак отказался. Через год после победы в Сопоте эстонского певца хотели заполучить многие. И одним из них был Александр Зацепин, композитор фильма «31 июня». В ряды отечественных звёзд эстрады Йолы вписался не сразу. Аристократичный исполнитель не соответствовал облику советского гражданина. «Совершенно онегинский облик и поёт как ангел – это как раз то, против чего мы боремся», упрямился редактор телевизионной передачи «Арт Лото». И на финальном монтаже певца вырезали. Но скоро Яака пригласили выступить в «Голубом огоньке». Решающей стала песня о Мигуле «Солнечные часы». Культурный и вежливый парень из Прибалтики очень быстро стал кумиром десятков миллионов женщин от Львова до Камчатки. А в это время в родной Эстонии его стали называть «Кремлёвским соловьём» Яшкой Ёлкиным. Яак старался быть выше политических игр между маленькой, но гордой республикой и могучей советской эстрадой. И продолжал работать. Он ушёл со сцены в конце 80-х на пике славы. Неожиданно не только для поклонников, но и для своих близких. Иметь такой голос и не петь – это свинство негодовал отец Я. «Но не хочу я, не хочу петь дурацкие и пустые песни», – отвечал артист. Он считал, что на эстраде воцарилось время безвкусицы. Воспитанный на бетлах Я, Хьёла просто не хотел петь про два кусочка колбаски, зайку мою и юбочку из плюша. Мы нашли разную звезду, но всегда музыка одна. Если я в жизни упаду, подберёт музыка меня.